Раньше шахматы по переписке были очень популярны. И люди жили в разных городах и проводили чемпионаты, чемпионаты страны, проводился чемпионат мира, проводился по переписке. Когда вы свой ход очередной собираетесь сделать, вы можете думать и день, и два, и три недели. Но самое смешное, что в игре по переписке тоже случались такие зирские группы. Партия всегда заканчивалась. Вот один пример я вам приведу. Это турнир по переписке. Конь f6, c4, и у нас играли e5. Как называется дебюта? Никто не знает, да? Это называется бутапештский комбит. Бедность фамилии пешка на e5. Конь e4. Это все играет по переписке. Значит, человек думает, думает несколько дней, потом отвечает, да, три. Ну, чтобы измерять снова и четыре шага. Играет a3. Черный, думаю, дедели, отвечает d6. d6. Все это пока ed, белые побили пешку. Ed, черные побили пешку. Здесь белые, нет, слоном побили, слоном, чтобы разлить фигуру. Вот. Белые сыграли g3. g3. Такая беспечность со стороны белых. Надо подумать даже несколько дней, чтобы собрание шага проигрывает. И подумать о безопасности нельзя. Теперь следует решающий угол. Выкновите его. Сонцепять? Как? Сонцепять? Сонцепять? Нет. Сонцепять я мог бы просто г3 пойти. И вы, знаете, не нападете. Как здесь выиграть, сразу болен кожа. Вот это смешно, что это по переписке. Человеку было там много времени, сколько угодно можно было бы, даже ничего не было. И он сыграл g3, и этот беспечный конь сразу приведет к поражению. Как сыграть? Конь e2. Конь e2, правильно. Последовал конь e2. Опять мы горели на том же конь e2. И он уже не раз горел на конь e2 и он уже не раз горел на конь e2 и все. Их всегда надо тщательно за ним следить. Конь e2. И если тебе король и в 2. Снова лежит 3 шахта. И сельдьерный выигрывает фельдяк. Ну смешно, да? Держим. Смешно, правда, смотрите. Фельдь словами ген шахт, а защитить фельдяк не ляк.